Всем здрасте! Сегодня я это видео снимаю не от того, у меня подружка. У нее привычка спать на моих подушках, и именно на моей стороне. Всегда, когда нас нету дома, даже когда мы есть дома, она залезает и спит там почему-то. Дуана, расскажи нам, почему ты там спишь? Почему ты там спишь? Расскажи нам. Расскажи нам, птичка, почему ты там спишь? А? Птичка, почему именно на маминых подушках ты спишь, а? В общем, она сегодня, надеюсь, будет с нами сидеть. Пока ей не надоест, она встанет и уйдет. Ну вот, сегодня будет блатологическое видео. Сегодня я хочу вам рассказать, к чему же вы не привыкли в Израиле. То бишь, русскоязычные репертерианты, которые уже живут относительно давно в Израиле. Я в свое время под одним из своих видео просила написать, к чему вы до сих пор, живя в Израиле, не привыкли. И на самом деле, мало из вас, кто откликнулся, но я насобрала примерно 10 фактов. Добавлю от себя еще один факт, но это не факт, наверное, ну назовем это факт, я не знаю, кто по-другому назвать. У нас 10 фактов, и да, давайте с вами поделюсь, что же вы думаете о Израиле. Такая смешная моя делевая колбаса. Итак, давайте начнем. Буду читать, в принципе, что вы мне написали, и добавлять, может быть, что-то от себя. Итак, Элина написала. Я вот за 15 лет не могу привыкнуть к шарканью сланцами. Ой, как же меня это бесит. Еще очень раздражает мужской публичный чёст, самоотношение чего. Это было самое оригинальное непривыкание к жизни в Израиле. По поводу всего, согласна. Шлепки здесь. Ну, вообще, по-моему, в любой жаркой стране шлепки, это именно вот шлепание, это очень что-то распространенное. Даже если кто из вас смотрел, я в детстве смотрела бразильские сериалы, то я помню, что даже в самих бразильских сериалах озвучивали вот это именно шлепание, шлепанцами, сланцами. И помню, что я когда-то в своем молодости, в летах 14-15, покупая шлепки, хотела, чтобы они тоже так шлепали, как в сериалах. Вот здесь то же самое. Я вам, кстати, говорила в своем первом видео, к чему я не привыкла, 15 вещей, к которым я не привыкла в Израиле. Я оставлю на него ссылку, конечно же. Кто хочет посмотреть, кто не видел. Оно было где-то год, больше года назад. Что в Израиле могут выходить в тапках на улицу. Вот это все относится к тому. Тут выходят как хош в тапках, в сланцах и пошли шоркать ногами. То есть, ну я думаю, что вообще, если честно, это все так восточные страны, не только Израиль. Ну а по поводу второго пункта, что Элина написала мужского чёса. К сожалению, это присутствует. И меня это безумно раздражает. Расскажу вам маленькую историю. Недавно мы ходили на Этру, покупали новый телефон, потому что его старый вымер. И мы пришли, значит, в магазин Самсунга. И, значит, подошел нам консультант, продавец, как хотите, называйте его. В общем, следует, значит, он объясняет и постоянно почесывается. Он меня так вымесил. Я бываю очень грубой иногда. Я просто Несра попросила, отвела в сторону и сказала, ты, если хочешь покупать телефон, покупай. Я пошла, когда закончишь, позвони мне. Я приду, потому что я не могла на это смотреть, не могла просто рядом с этим находиться. Потому что у человека вообще отсутствует чувство какого-то, чувство понимания, что он стоит под человеком, объясняет ему про телефон и вместе с тем почесывается. В общем, да, в Израиле этого хватает. Это действительно раздражает. Но я думаю, что это все-таки никаким-то образом не определяет эту страну, а все-таки более определяет, наверное, то или иное воспитание того или иного человека. Паня написала, не привыкла к арсам и все, что с этим связано. Арсы. Как объяснить вообще на русском, что такое арсы? Арсы, если, может быть, грубо как-то переводить, это, наверное, быдло. Наверное, не поправьте меня, если я неправильно это перевожу. Но арсы это такие люди, знаете, в каждой стране это быдло, назовем так. Оно по-разному, по-разному выражается. И люди по-разному себя ведут, и по-разному ругаются, и по-разному выглядят. По-разному одеваются. Я уже не помню, как у нас в Латвии быдло выглядело. В любом случае, арсы это те люди, как я их вижу, по большому счету, те, которые много кричат, делают много шума. Обычно они не выделяются каким-то интеллектом, интеллектуальностью и тому подобное. Обычно люди, которые мало к чему стремятся в жизни и мало что знают. В общем, ну, как-то так, наверное. Хотя много из арсов есть и нормальных людей, да. Но я понимаю, что особенно, когда приезжаешь из Европы, когда очень развита у нас и культура, и вообще очень воспитанность. Ну, все-все-все по-другому. Мы по-другому обращаемся к людям. И приезжаешь в Израиль, а тут так все можно, все просто. Все кричат, все орут. Вот криками ты можешь добиться всего. К этому очень сложно и странно привыкнуть. И, по-моему, все, кто мы репортерируемся, никогда к этому не привыкли. Михаль написала. Никак не могу привыкнуть к местной непунктуальности. Все время вновь и вновь удивляюсь, что все, что назначено в определенное время, происходит обычно с опозданием. И так уже 20 лет. Что правда, то правда. И сама я, к сожалению, Соня может подтвердить. Всегда назначаю 5, всегда приезжаю 5-20. А дико не люблю непунктуальность. А не поддерживаю пунктуальность. Всегда стараюсь быть пунктуальной. Но обычно именно на встречу с друзьями я очень часто опаздываю. Но всегда я опаздываю из одной и той же причины. Поскольку я живу далеко. И я всегда не рассчитываю правильно время дороги. И даже не то, что я время не рассчитываю правильно. Время-то я рассчитываю правильно. Но я не рассчитываю то, что будут пробки. И всегда есть пробки. И всегда я опаздываю. Поэтому, да, в Израиле супер непунктуально. И если тебе что-то назначили... Даже в банках, знаете, если вам назначили встречу с банкиром на 12, ты придешь туда, он еще с прошлой встречи. А может быть и с позапрошлой. и ты еще часто можешь просидеть. Элина. Оказывается, у меня еще одна Элина есть. Элина Борисова. Не могу привыкнуть к тому, что могут общаться один, находясь в окне на четвертом этаже, а другой стоит под окном. И так буду перекрикиваться минут 20. И это в любое время суток. Да, это есть. И к этому я тоже не могу привыкнуть. А больше я вам того скажу. Знаете, что меня раздражает? Это когда дети сядут и давай, мама, мама. И так вот минут 10 мама там в другом конце, не знаю, каком-то торгового центра или магазина. И вот она стоит на месте и орет. Не подойдет. Мама не подойдет, и орет, и орет, и орет. А еще лучше, когда мама начинает ему через весь магазин отвечать. О, это мне хочется взять и маму, и ребенка шли под зад и вытащить из магазина. К сожалению, да. Но опять же, возвращаемся, что это восточная сторона. Тут все очень много как бы шума, криков, эмоций. Но вместе с тем обычно такие люди, которые все такие эмоциональные, шумные, крикливые. Хоть нам это выглядит невоспитанно, с другой стороны, такие люди обычно очень теплые и очень гостеприимые. Лидия написала. Если говорить, к чему я до сих пор не привыкла в Израиле и к чему не хочу привыкать, то меня забанят. Вкратце, к тому, что евреи считают себя избранным народом, сама таковой являясь, но искренне верю, что все равны, везде есть хорошие и плохие, к тому, что люди ездят в автобусе и ставят ноги на сиденья, о да, к тому, что позволенное считается нормой и есть во время уроков и лекций, и к тому, что некоторые люди летом ходят босиком. Это правильно. Все, что она написала, это на самом деле есть. Но если честно, меня, например, не мешает, что можно во время лекции есть. Я не знаю почему. Я когда ходила на лекции, я не сама ела. Вот это из тех вещей, к которым ты, приезжая в новую страну, ты становишься таким. Босиком я никогда не хожу, потому что я просто это не люблю. Но у меня половина друзей босиком уходит, и это, да, это правильно. Уходишь босиком. Ну, вообще, если честно, знаете, когда вот вы приезжаете на курорт куда-то, у нас же, по сути, можно так назвать курортная страна, может быть, я ошибаюсь. Ну, да, многие ходят босиком. Но мне это, если честно, не мешает, но вот видите, есть кому-то, кому мешает. И на лекциях можно кушать, и на лекциях по математике, и не то, что по математике, и на всех экзаменах по математике, я уже так вам говорила в прошлый раз, можно сидеть с калькулятором. Да, можно кушать, но я сама кушала, честно скажу, потому что иногда шоколад, похрустеть шоколадом во время какого-то экзамена, очень даже полезно. Ольга. Ольга написала. Я привыкну за 25 лет пребывания здесь, не могу к элементарному отсутствию правил поведения. Повсеместно разрешено все, страшное неуважение друг к другу. Да, но я думаю, что здесь просто не воспринимают это как неуважение, а просто воспринимают как демократию. Демократию можно послать кого угодно, куда хошь. Ну да, такая вот сторона, демократические страны, кстати, вы знаете, это не только в Израиле, вот это тут не соглашусь, это не только в Израиле, это может быть в России, в русскоязычных странах бывшего союза, это по-другому, но в других странах Европы, в той же Англии, в Ирландии, я когда приезжаю в Ирландию, вот, ребята, слушайте, казалось бы, Ирландия такая, боже, у меня пух донин летает по всему дому. Казалось бы, Ирландия такая, знаете, холодная страна, вот ирландцы, вы не представляете, как они себя там ведут? Они просто отрадны, в магазинах это вообще, заходишь в магазин, и вот люди смотрят одежду, если он и повесил, и она упала, его это не волнует. Они в магазинах иногда по одежде топчутся, они, дети там вообще творят, что хочешь, детям вообще нельзя там ничего говорить, иначе тебя могут засудить. Самый абсурд, что в магазинах продовольственных есть охрана, но охрана не имеет права подойти и сказать тебе что-то, даже если увидела, что тебя, что ты украл, потому что тебя вор может потом засудить. Там такой творится абсурд, ужаснейший. Так что, знаете, во всех этих странах все есть, и это неуважение, и повсеместно разрешено все во всех западных странах это, к сожалению, присутствует. К сожалению, и к сожалению, смотря как мы на это смотрим, с какой стороны, но да, это есть. Мира написала, насчет вещей, к которым трудно привыкнуть в Израиле, то это громкий разговор в автобусах, о да, тут я с тобой согласна, боже как, ну я уже вам, по-моему, 10 раз повторяла, тут орут постоянно, иногда не могу справиться с тем, что полная свобода слова, и люди иногда не думают, что говорят, и, наверное, незнание географии у населения. Незнание географии, это вообще ты так в точку попала, я не помню, если в прошлом видео я про это говорила или не говорила, но тут абсолютно, я даже не могу сказать, что это незнание географии, но, к сожалению, есть, например, мы, русскоязычные, кто говорит на русском, они все с России, да, учитывая то, что я вам уже рассказывала, в России никогда в жизни не была, то есть, их не волнует, что есть такое государство, там, не знаю, Литва, Латвия, Ах, Казахстан, Узбекистан, хотя нет, станы они знают, они их называют станами, то есть, все, кто говорят на русском, они русские, все они с России, и даже если ты начинаешь что-то втирать, что-то не оттуда, их это не волнует, вы все равно все оттуда союзы, и потому вы так. У меня еще одна Элина, слушайте, у меня много Элин, целых три Элины, Элина Сидунова, Сидунова, на тему, к чему до сих пор я за 17 лет жизни в Израиле не могу привыкнуть, это криком и наглости со стороны детей и взрослых, видите, какие мы все образованные, культурные, все они могут к этому привыкнуть, мы уже раз в 4 к этому возвращаемся, так что да, ребята, если вы собираетесь ехать в Израиль, и вы смотрите это видео, то знайте, здесь все наглые, все орут, и для того, чтобы что-то добыть, нужно быть таким, это я, конечно, шучу, Донна, ты хочешь нам что-то сказать, ты нам хочешь что-то сказать, мой пупчик, не хочешь нам ничего сказать, скажи, мамаша, ты сама наглая, так, ну и что у нас тут последнее, и последнее, кто из вас что написал, я надеюсь, я никого не пропустила, если я в комментариях кого-то пропустила, кто из вас писал, я очень извиняюсь, тут уже не имя, а ник, поэтому я, наверное, может быть неправильно его произнесу, это Илс Ривз, к чему я не могу привыкнуть в Израиле, наверное, к жаре еще мне не хватает европейской природы, вот тут я соглашусь, знаете, чего мне не хватает, во-первых, жара, слава богу, я живу в горах, тут не супер жарко, тут не супер влажно, тут нормальная погода, даже сейчас в Европе в некоторых местах под 40, у нас только под 30, так что вообще нормалек, но могу вполне понять, почему сложно привыкнуть к здесь жаре, я думаю, что сложнее всего привыкнуть даже не к жаре, а к влажности, тут дико влажность, особенно в центре страны, я каждый раз, когда приезжаю в центре, я сразу чувствую это на волосах, у меня волосы сразу начинаются, такой объем еще поднимается, потому что влажность их поднимает, все швонтики стоят вверх, в общем, да, супер тут влажно, а мне не хватает тоже европейской природы, если вы смотрели мой последний влог с Тель-Авивой, то мы гуляли там по такому месту, которое называется в середине Тель-Авива Саруна, Саруна или Саруна, я никогда не помню, правильно, по-моему, Саруна, в общем, там домики, там такие деревья, там все так красиво сделали, и мне так это напомнило Европу, когда вот гуляешь по какому-то старому городу, или по какой-то набережной, или по какому-то месту, где есть много разных кафешек, магазинчиков, и не именно магазинчики для шопинга, а просто такие мелкие интересные магазинчики, и люди сидят на травке, и разные фонтанчики, и разные места, где дети играются, в общем, суперское место, и мне это очень напомнило Европу, и я очень согласна с тем, что не хватает этой зелени, хотя я живу на севере Израиля, у нас тут очень-очень зелено, и кто к нам приезжает с Израиля, с юга страны, с центральной страны, даже с севера ближе, с севера такого городского, тоже говорят, у вас так классно, у вас так по-европейски, у вас так ели, сосна, у вас такое все зеленое, но я вполне верю, потому что первые, наверное, несколько лет я вообще, мне было очень сложно привыкнуть к тому, что в Израиле мало зелени, и что тут маленькие окна, к маленьким окнам до сих пор не могу привыкнуть, потому что по соотношению с Ригой, они супер маленькие, и я не могу поэтому привыкнуть. И от себя вам хочу добавить, что я написала, к чему я до сих пор не привыкла, дорогие мои, и, наверное, вы, кто водит машину в Израиле, все со мной согласитесь, наглость на дорогах. К сожалению, в Израиле очень много аварий, или просто потому что маленькая страна нам об этих авариях рассказывает всегда в новостях и в газетах, и все, очень много происходит аварий, люди абсолютно наглые на дорогах, не дают проехать, не уступают. К сожалению, когда я слышу, что пару лет назад была авария в Швейцарии, что на трамвайной полосе были машины с австралийтянами, и, к сожалению, они все погибли, почему-то меня такие истории не удивляют, потому что тут такая вот наглость, тут тебе не дадут проехать, тебе не уступят, если ты не переедешь, то есть, если ты не возьмешь инициативу и наглость в свои руки, и не поедешь, как ты считаешь правильным, то не то, что даже как ты считаешь правильным, а не будешь, ну, как бы, сам переть вперед, то никто не подумает о тебе и тебя не уступит, мне особенно странно, когда мы возвращаемся от моей мамы, это в Ирландии очень большой плюс, в Ирландии даже на самые быстрые дороги, на разных рандебаудах, тебе дают проезжать, тем более себя видят с картой или с чем-то, или там что-то запутался, тебе дают проехать. И мы всегда, когда возвращаемся от мамы после двухнедельного отпуска, у нас берет, так, знаете, недельку вообще очухаться и прийти в себя, потому что к хорошему привыкаешь очень быстро и очень сложно обратно вот в эту активно, безжалостно, наглую систему дорожного движения влиться обратно, очень сложно, особенно, где я живу, я живу с двух сторон, по главной дороге у меня есть одна арабская деревня, вторая друзская деревня, и, к сожалению, там у них вообще бога нету, они, дети на велосипедах на дороге выезжают, выскакивают на дороге, прыгают, они не боятся машин, и ты иногда едешь 20 км в час, ты же вообще уже не едешь, пешком чуть ли не машину, знаешь, за собой везешь, и все равно дико страшно, потому что, ну вот тут едешь, едешь, и так тебе, хух, велик выскочил, или едешь, едешь, машина, хух, и я решила, что ей нужно выехать, она поехала, то есть я не волнуюсь, чтобы кто-то по главной дороге ехать, она выехала, или решила перед тобой ехать, я решила остановиться, там друг ее проходит, она с ним решила поговорить, то есть, ну вот, какой-то вот бесстрашие и наглость, и какой-то вот, ну здесь не знаю, что это объяснить, на дорогах, в общем, здесь кто из вас водит машину, будьте аккуратны, не спешите, думайте о том, что, если вы хорошо водите, это еще ничего не значит, может быть, кто едет рядом с вами, за вами, спереди вас, не знаю, где, не так хорошо водит, и его мало волнует, как вы ведете, поэтому будьте аккуратны, бдительны. Смотрите, она уже уснула. Я заболтала любую птичку, мне так и помучить хочется. У нас проблема с глухами, товарищи, не представляете, сколько у нас глухов, я уже чем-нибудь только не пушикаю, и ампулами, и спреями, а у нее нужно мне в крови, наверное, одни ампулы, и слушайте, это вообще ужас, и она еще у нас спит на кроватях, и все, я уже задолбалась стирать, почти каждый день стираю все эти наволочки, все эти простыни, все одеяла, каждый день у меня одни стирки, по 5 стирок в день. Да, птичка? Вчера нам папа купил хорошую ампулу, надеюсь, она поможет, то она еще чешется, бедненькая, в общем, да. Ну что, надеюсь, про собаку рассказала, к чему я не могу, при этом не собирали, я могу за это привыкнуть к этой жучке жопе. Надеюсь, вам было интересно, если вам еще есть что-то добавить, обязательно добавляйте, если кого-то из вас пропустила в комментариях, я очень извиняюсь, я постаралась никого не пропустить, как мне кажется, но я ж габи, я обязательно могу кого-то пропустить, ну что, на сегодня все, мы увидимся очень скоро, пока. Субтитры сделал DimaTorzok